Всем привет, вы на канале Необъяснимая и с вами Дмитрий. Сегодня я покажу вам страшные видео из самого сердца тьмы. Вы готовы? Тогда погнали! Но прежде чем мы начнем, хотел бы попросить вас подписаться на канал моего друга Богдана. На его канале вы найдете все то, что вы так любите, страшные подборки и жуткие видео. Поддержите автора, подпишитесь и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Призраки, как полагают, могут преследовать множество разных мест. И пока кладбище и заброшки считаются главной паранормальной недвижимостью, это видео может доказать, что призраки могут обитать где угодно. Когда ютубер получает возможность исследовать всемирно известную пивоварню с привидениями в Сильвер Маунтин Сити, Калифорния, камерам ребят удалось запечатлеть очень жуткие события. Пивоваренная компания располагается в старинном отеле, который был преобразован в импровизированную больницу еще в 1800-х годах, поскольку в то время в городе было всего лишь несколько сотен жителей, в нем не было больницы. Поэтому они использовали это здание для размещения больных зимой. Но самое жуткое в этом то, что подвал стали использовать как морг. В настоящее время помещений с паранормальной активностью в этом здании хоть отбавляй. Сотрудники часто заявляют, что видят привидения, слышат странные звуки и наблюдают за некими объектами. Также предметы перемещаются без видимых объяснений. Пока команда концентрирует свое расследование в определенной части пивоварни, на камеру в другом месте попадает нечто очень жуткое. Посмотрите. Мы видим, что в дверном проеме появляется странный полупрозрачный силуэт. Косущность двигалась, кажется, она еще лучше сформировалась. Некоторые считают, что она похожа на человека с черными волосами и темной бородой. Фигура движется несколько секунд, прежде чем исчезнуть из поля зрения. Не зная точно, что сняла их камера, исследователи предположили, что это привидения, так как были еще какие-то посторонние звуки. Так как паранормальной активности очень много, они предполагают, что пивоварня наводнена более чем одним духом. Некоторые зрители этого отснятого материала были по понятным причинам шокированы увиденным. И мне кажется, что исследователи действительно сняли на пленку настоящее привидение, исходя из того, что у этого здания очень страшное прошлое. Но если это действительно привидение, тогда возникает вопрос, чей это дух? Может быть, это пациент, который умер в импровизированной больнице много лет назад? Также большинство зрителей обсуждают, является ли это явление дружественным, или у этих призраков какие-то более шуткие намерения? А для вас у меня есть небольшой челлендж. У вас есть 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокол. Поехали! Многие любят снимать шутливые ролики о своих питомцах. Однако, скорее всего, вы не рассчитываетесь снять нечто большее. Надеясь получить веселое и причудливое воспоминание. А в следующем видео, загруженном на YouTube, авторы получили, кажется, гораздо больше, чем рассчитывали во время съемок своего домашнего кота. Посмотрите. В описании пишется, что видео было снято в спальне родителей автора, загрузившего видео. В комнате темной в кадре мы видим кошку. Затем становится еще темнее в течение первых 20 секунд или около того. В тот момент, когда кошка начинает удаляться, мы видим что-то странное, которое выглядывает из темноты. Вот здесь выглядывает из-за стены что-то похожее на ужасающее призрачное лицо. Его кожа бледная, глаза выпуклые, а рот, кажется, сформирован болью. Тот факт, что лицо появляется внезапно из ниоткуда, это достаточно жутко. Мне кажется, с одной стороны, это похоже на какую-то куклу. Так что вы думаете об этих странных кадрах, это фейк или действительно настоящий призрак? Если это действительно призрак, то молодому человеку очень повезло, что он остался невредим. Старые отели часто посещают исследователей паранормальных явлений в поисках сверхъестественных доказательств. В следующем клипе девушка-тиктокер дает нам представление о том, каково жить в таком месте постоянно. Используя реабреальность и эффект, который якобы способен обнаруживать паранормальную энергию, она начинает видео с того, что снимает несколько предметов в своей комнате. Хотя вначале ее телефон ничего не обнаруживает, позже она заявляет, что удивлена и кажется, что что-то проявляется. Тем более, учитывая, сколько лет этому дому. Но все меняется, когда тиктокер заходит в подвал. Там она сталкивается с чем-то гораздо более ужасающим, чем паранормальная энергия. Посмотрите. Вдалеке мы видим темную фигуру, которая выглядывает из-за угла. Испуганная девушка-тиктокер неохотно приближается, чтобы исследовать, что же там. Но все, что она обнаруживает, это тупик. Хотя пока нет сомнений, что это действительно жуткое видео, некоторые зрители предположили, что фигура могла быть обычным человеком, который ускользнул, как только заметил, что его снимают. Либо это был ее знакомый, который был частью этого фейка. Но когда девушка приближается к концу коридора и видит, что там тупик, все становится намного сложнее. Однако, если мы присмотримся, то мы увидим, что кадр здесь разрезан. Следовательно, тому, кто там был, удалось уйти с помощью перебивки кадра. Тем не менее, другие пользователи уверены, что фигура в этом клипе, скорее всего, реальное паранормальное присутствие. Тем более, основываясь на старой истории этого здания. Я оставлю это видео вам. Пишите свои мысли в комментариях. А в следующем видео исследователи паранормальных явлений объединились, чтобы изучить пресловутый особняк Медина во Флориде. И они сняли что-то странное на свои камеры. В этом видео, загруженном на YouTube-канал Crazy Crossroads, в окне было замечено нечто жуткое. Когда исследователи подходят к дому, один из них замечает жуткое лицо, которое смотрит на них из окна наверху. Вскоре фигура, кажется, понимает, что ее заметили и быстро исчезает обратно в темноту. Команда немедленно бежит наверх в попытке противостоять загадочной фигуре, но там никого и ничего нет. Зрители сразу же приняли попытки объяснить это явление. Кто-то подумал, что это призрак. Были даже те, кто решил, что это инопланетянин. И, конечно, если увеличить масштаб определенно, вы увидите сходство. Но скептики сразу же предположили, что это Скваттер. Однако, если это так, то почему исследователи не смогли найти никаких следов наверху? Однако, каким бы ни был этот персонаж, видео определенно очень жуткое и паранормальное расследование принесло свои плоды. Друзья, спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всего вам доброго.